То, что мы только что видели. Базель выиграла выезде дважды Челси, и Шальке выиграла Базель. И вот здесь Базель тоже мог выиграть. В первом тайме моменты строго по очереди были. Белые это Базель, если кто не понял, потому что одинаковые цвета у команды. И моментов на самом деле было много, и у тех, и у других, но долго счет остался 0-0. Собственно, до перерыва оставался. Ну, здесь действительно, мы ведь уже результаты показали в самом начале нашей программы. 1-1 сыграли Стяо и Базель. И действительно, кажется, что все-таки Базель здесь был чуть-чуть, наверное, поближе к победе. И вот просто по каждому моменту кажется, что более целостная игра. Хотя забили там после ошибки. Ну, вот такие комбинации проходили, в частности, в центре лучше, а не мяч раскидывали. Ну, здесь дальний удар тоже получился опасным. Тут, я так понимаю, ну, вот между Базелем и Шальке, да, конечно же, пойдет борьба за второе место. Потому что... Ну, сейчас вопрос, первых же очков мало совсем. То есть, вот это первый был. Ну, вот они сами гол привезли. Здесь, конечно, ошибка очень грубая. И удар Дьеса был прекрасно красивый. Да, и Штрейлер голевую передачу сделал. Да, и Базель вышел вперед на 48-й минуте. То есть, это самое начало второго тайма. Ну, да. И вот, может, рано они забили или просто рано стали играть по-другому. Ну, ну, дальше Стьяло уже момент создавал. У них все время какие-то корявые удары получались. Но в самой концовке уже он сравняет. Здесь, кстати, не было отсайда. Если бы он попал на добивание, то был бы гол. Ну, а вот это, по-моему, атака голевая. Попы здесь не дал ничего уйти. Догнал. Тоже ведь корявый удар. В девятку корявым не назовешь удар. От земли. Ну, тем не менее. Ну, вот будет повторы за ворот. И там было касание еще защитника. То есть, мяч вообще непонятно как полетел. И... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!